10 признаков того, что вы с правильным человеком. Друзья, всем привет! Мы продолжаем серию роликов с интересным контентом. И сегодня мы говорим про любовь и отношения. Конечно, когда мы только начинаем встречаться с человеком, мы смотрим на него через розовые очки, и нам он кажется идеальным. Нам нравится в нем буквально все. Но проходит какое-то время, обычно через 3-4 месяца заканчивается период влюбленности, и мы уже начинаем замечать какие-то его недостатки, и начинаются сомнения, возможно, какие-то ссоры. И тут у нас вопрос в веках, в голове, а с тем ли я человеком? А нужно ли мне дальше продолжать это отношение? Подходит ли он мне или нет? Или лучше не тратить его и свое время и прекратить отношения? Все эти сомнения, они нас терзают. И понятное дело, что любые отношения, все это очень индивидуально. У каждого по-разному развивается. И кому-то нравится одно, а кому-то нравится совершенно другое. Но есть определенные 10 подсказок, которые говорят вам о том, что вы с правильным человеком. Первое. Он продолжает также трепетно к вам относиться. Да, иногда какие-то бытовые рабочие проблемы, они отвлекают нас от отношений, и люди просто там начинают общаться как соседи, поели, что-то там спросили, буквально пару вопросов, и все. И занимаетесь, скажем, своими делами. Но человек, который ваш, который правильный человек, он продолжает, несмотря ни на что, к вам очень трепетно, заботой относиться, переживает, если вы вдруг приболели, не забывает напомнить вам, там, выпить лекарство, пишет вам смс-ки или звонит, спрашивает про ваше самочувствие. В общем, любым способом проявляет заботу. Второе. У вас с ним одинаковые ценности. Да, именно ценности – это один из главных фундаментов отношений. И когда у вас одинаковые ценности, схожие принципы отношения к жизни, есть большая вероятность того, что отношения продлятся в долгосрочной перспективе. Потому что если у вас есть ценность семьи, верности, детей, патриотизм какой-то, то и в будущем у вас не будет конфликтов по этому поводу, если, например, мужчина хочет ребенка, а женщина нет. Очень сложно выстраивать какие-то в будущем отношения. Или, например, она хочет остаться в своей стране, а он хочет обязательно во что бы то ни было переехать в другую страну. И тут тоже могут возникнуть конфликты. Поэтому ценности – наше все. Третий признак. Он познакомил вас со своими родственниками и со своими друзьями. Как правило, мужчина, который думает об отношениях в долгосрочной перспективе, он во что бы то ни стало хочет познакомить свою любимую девушку, женщину со своими родственниками, со своими друзьями. Он не хочет ее прятать. И наоборот, он хотел бы, чтобы у нее были прекрасные отношения с его близкими, и они проводили вместе время. Четвертое. Вы не боитесь быть собой рядом с ним. Знаете, мы и так все время притворяемся, надеваем какие-то роли хороших девочек, законопослужных граждан на работе, воспитателей или кого-то еще. И нам всем хочется прийти домой и быть самим собой без какого-то притворства, каких-то приукрашиваний. И как раз, когда вы с правильным человеком, вы приходите просто показываете себя настоящую. Вы не скрываете какие-то секреты у вас, нет страхов. Вы говорите ему правду и чувствуете облегчение о том, что вы взяли, рассказали. Человек вас поддержал и принимает вас такой, какая вы есть, или такой, какой есть, и не пытается вас исправить. Пятый признак. Вы запланировали будущее. Да, конечно, это не говорит о том, что вы уже там постричались 2-3 месяца и начинаете планировать детей, свадьбу, как вы будете старость проводить и так далее. Но когда вы, по крайней мере, разговариваете о будущем, о чем-то мечтаете, уже планируете совместный отдых, думаете о том, что будет в ваших отношениях через пару лет, это говорит о том, что и вы, и ваша вторая половинка дает шанс вашим отношениям, что они продлятся долго, счастливо, а может быть, всю жизнь. Шестое. Вы вместе решаете проблемы. Да, у всех у нас есть какие-то наши личные проблемы, есть проблемы в отношениях, но именно люди в тех отношениях, у которых есть будущее, они решают проблемы вместе. Они пытаются справиться с той или иной сложностью, они не перекладывают ответственность или вину на другого человека. И каждый из них понимает, что нужно личное пространство, нужно время побыть наедине. Поэтому, если что-то случается в вашей жизни, вы понимаете, что вам нужно время подумать, пережить эти эмоции, проплакаться. Он не будет каждую минуту к вам заходить, потому что он прекрасно понимает, что вам тоже нужно время и ваше личное пространство для того, чтобы пережить эту ситуацию. Седьмой признак – он слушает вас. Очень часто люди со временем перестают друг друга слышать и слушать. Общение – это, наверное, тоже главный фундамент в отношениях, потому что, когда люди друг друга не слышат, они надумывают в себе в голове различные какие-то проблемы, что он подумал, а что он сделал, а где он был. Зарождается вот это недоверие. Все это как снежный ком накапливается и в конечном итоге приводит к разрыву. Вот когда человек вас умеет слушать внимательно, глядя в глаза, откладывая все какие-то ненужные вещи, он выслушает вас, может дать какой-то совет, может быть, высказать свою точку зрения. Это ценно, потому что именно такие моменты, они как раз-таки и помогают отношениям развиваться, добавляют туда доверие, уважение, вот это ощущение безопасности со своим любимым человеком, что приводит к счастливой и гармоничной жизни. Восьмой признак – он вдохновляет вас. Да, очень здорово, когда у каждого из партнеров в отношениях есть свои увлечения. Когда вы смотрите и общаетесь со своим там любимым человеком, а он там на эмоциях, с блеском в глазах рассказывает про какие-то свои увлечения, про то, что он с кем-то там встретился, и это было очень интересно, про то, что он что-то новое попробовал, что-то новое узнал, обучился чему-то новому, его жажда и интерес к жизни, они вдохновляют вас, потому что вы начинаете думать, а почему я ничего не попробовала, может, мне нужно еще пойти поучиться, а может быть, мы вместе сделаем вот это, или я там встречусь с подругами, и мы организуем какой-нибудь интересный мастер-класс, ну и так далее. И это круто, потому что вы друг друга вдохновляете, и вам всегда есть о чем разговаривать, вам всегда интересно общаться, вы всегда там стремитесь к каким-то результатам, достигаете их и вызываете восхищение у своего партнера, его чувство гордости. А когда вы увлечены только вашими отношениями, когда вам, в принципе, больше не о чем разговаривать, как там у каких-то там подругах, родственников и про отношения, тогда теряется какая-то искра в отношениях, и нет какой-то вот страсти, какой-то вот энергии. Поэтому никогда не мешайте своему любимому человеку развиваться, самосовершенствоваться. Даже если его идеи и мысли вам не нравятся, что вот вы бы никогда бы, допустим, не прыгнули с парашютом, а его это вдохновляет. Поэтому пусть все идет своим чередом, и пусть все время будет интерес, и все время будет что-то новенькое. Девятый признак – вы доверяете ему. Да, доверие очень важно, очень ценно, когда у вас в голове нет той информации, которую постоянно скрываете, когда вы можете по-честному все рассказать, когда вы можете положиться на человека, и вы знаете, что если там он вам что-то пообещал, вы ему поверили, он придет, это и сделает. И у вас даже не возникает каких-то сомнений, что вы не можете ему доверять. Поэтому это чувство безопасности, стабильности, уважения, доверия, они делают ваши отношения стабильными и ценными. И десятый признак – чувство не уходит. Сколько бы времени ни проходило, у вас до сих пор горит в сердце вот эта вот страсть, любовь, нежность, забота. Конечно, конфликты, ссоры, какие-то проблемы – это неизбежность в отношениях. Не бывает в отношениях без всего этого. Но когда вы понимаете, что вы там можете проснуться посреди ночи, смотрите там в потолок и думаете, как я люблю этого человека, даже если там не все гладко, это самое главное, что чувства есть, они никуда не деваются. Но помните, что в любой момент вы можете сделать все возможное, чтобы подпитать эти чувства, чтобы дать отношениям шанс, чтобы дать им возможности, чтобы придумать какие-то сюрпризы, интриги, новый виток в отношениях. И многого не надо. Просто ваше желание и идеи, которые можно посмотреть и в интернете, и в книге, спросить у знакомых. Как говорится, все в ваших руках. Друзья, пишите в комментариях, какие признаки вы добавили, что это действительно правильный человек, с которым нужно оставаться, беречь, поддерживать отношения. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать новые ролики. Все, пока-пока, до новых роликов.